Девчонки, всем огромный привет! Выхожу в эфир и показываю вам покупки, которые я сделала перед постом. Девчонки, сейчас буду показывать всю закупку продуктов и рассказывать, что для чего мне пригодится. Буду планировать, что буду готовить. У меня дети питаются обычно, мы с мужем на посту. И сейчас давайте будем проходиться по позициям. И, наверное, буду озвучивать вам цены, потому что я думаю, что сейчас в этой ситуации актуальненько будет послушать цены на продукты. Чек у меня получился на 6,405. Тут, девчонки, и овощи тоже, потому что мы были в таком магазине, где продаются овощи. Называется Бесцен. Кому интересно, сейчас я вам прямо скажу. Да, магазин называется Бесцен у нас здесь в Симферополе. Давайте, значит, пройдемся по позициям. Буду начинать снизу. Я взяла хлеб пшеничный, тостовый, не показываю вам его. О, это деткам я буду готовить на завтраке. Взяла морскую капусту. Стоимость 98 рублей. Девчонки, очень интересная позиция. И вот на какие-то перекусы, да, либо, в принципе, полноценный ужин, например, да, вот эта вот капуста заменяет заказанную в ресторане чуку. И сейчас я покажу вам соус. Вот такой вот соус. Тамаки называется. Это соус кунжутный на основе растительных масел. Идет как раз вот заправкой к этой капусте. Это очень вкусно. На самом деле, вот, ну, соус я приобрела давно. Следующее, что я взяла, девчонки, я взяла фольгу. Здесь 8 метров. По-моему, если мне не изменяет память, 268 рублей. Но тут прям она огромная такая, вот такой рулон. Дальше следующее. Что еще взяла? Я взяла кубик маги. Девчонки, грибной. Рассказываю. Вот такой вот кубик, просили поближе показывать. Буду делать заправку для различных блюд, чтобы были более-менее насыщенные. Не куриные, а именно вот грибной. Потом, значит, муж взял себе фрутеллу. Девчонки, говорит, я себя побалую. Ну, мне кажется, ему нельзя, потому что там я сейчас вот прочитала. Там где-то есть молочка какая-то. Ну, буду смотреть. Так, взяла сгущенное молоко, 233 рубля, детворе, сырники буду делать. У меня творог я им купила домашний. Хочу сейчас делать сырники, заморозить, чтобы я не заморачивалась. Вот так же, как я вам до этого показывала, на завтраке со сгущеночкой будет вкусно. Взяла вот такие вот маслины, долина желаний. Маслины я взяла без косточек, 98 рублей. Это для салатов, девочки. Огурцы, помидоры, много зелени и маслины. Следующее, что мы приобретаем в каждый пост, это хумус. Стоит он 134 рубля. Вот так выглядит упаковка. Ну, а, девочки, хочу сказать так. Вот это вот все приобретено. Оно, конечно, очень быстро разойдется. Я хумус планирую сделать сама приготовить. Мы обязательно с вами сделаем. Я выложу рецепт. И 100% он получится в домашних условиях вкуснее. Это однозначно. Ну, вот знаете, как мы его кушаем? Черный хлеб, хумус, листик салата и свежий огурчик. Очень вкусно на завтрак, на перекус. Вот такие вот бутерброды. Так, сатэ из баклажанов кубаночка, 98 рублей. Значит, икра баклажанная, получается, вот это сатэ и икра баклажанная. Икру я люблю очень из кабачков, из баклажанов. Безумно люблю с черным хлебом. И вот взяли еще сатэ. Тоже как будет самостоятельный прием пищи. Значит, что у нас дальше идет? У нас идет красная и белая фасоль. Бундель. Девчонки, беру только бундель. Это я буду делать салат из вот темной фасоли, из белой фасоли борщ. Постный борщ с фасолью. Очень вкусно получается. Тоже буду все вам показывать. Не в одном, конечно, ролике, но буду показывать. Взяла зеленый горошек и взяла кукурузу, девочки. Значит так, сейчас я вам озвучу. Фасоль 124 рубля у нас стоит. Кукуруза 205 рублей. Большая банка. Вот такая вот прям огромная, потому что у меня и дети любят, решили взять. И 123 рубля стоит горошек. Икра из баклажан стоит 105 рублей, 98 рублей. И хумус 134 рубля. Я уже вам это сказала. Теперь вот взяла попробовать, девчонки, второе блюдо. Легко готовить. Гречота. Не знаю, что это такое. Здесь идут гречка, какие-то специи, по-моему, грибы. Вообще я не увлекаюсь такими готовыми продуктами, да, какими-то вот заготовками. Но решили взять, попробовать 134 рубля. Тоже, чтобы сэкономить время. Теперь идем по макаронам. Девочки, макароны взяла вот эти вот. Это из цельнозерновой муки. Здесь вообще ни грамма нет, ни яйца, ничего. И вот такие вот макароны тоже. Готовить можно будет с различными заправками. Буду вам все показывать. Вот объясняю суть вообще того, что у меня вот такое как бы насыщенное меню. Муж не наедается, например, да, мы не держим пост строго. Я постараюсь, конечно, более строго держать пост. Он навряд ли сможет, поэтому ему нужно что-то питательное. Вот эта вся пища, она основанная там, да, на овощах в большом случае, да, а каши идут уже как допом. И получается, что это все очень быстро перерабатывается, усваивается. И, ну, очень хочется кушать. Поэтому ему, конечно, я буду готовить все более сытно. Теперь смотрим, что я еще взяла. Кукурузную крупу. Кукурузная крупа 67 у нас рублей. Гречка стоит 120 рублей. Кускус 134 рубля. Макароны вот были по 65. Соль на всякий случай, девчонки, взяла 19 рублей. А потом я взяла шлифованный горох 68 рублей. Кубаночка. Девчонки, вот из гороха я хочу сделать гороховое пюре. Прямо мне безумно хочется. И уже будем смотреть. Может быть, постные пирожки с горохом сделаю. Взяла рис 89 рублей. Смотрите теперь, что я еще взяла. Взяла вот такие хлопья Медстраль. 113 рублей. Это на завтраке овсяная каша. Но я беру солнышко. Ясно солнышко. Его просто не было в наличии. Поэтому приобрела как бы вот эти вот хлопья. Уже чтобы сразу взять пшеная крупа. У нас идет 54 рубля. В принципе, все. Нут не помню, девчонки. Сейчас буду смотреть. Из нута. Вот как раз нут я приобрела для того, чтобы готовить хумус. Будем с вами делать золокаперсы. Тоже буду добавлять в салат. Каперсы дорогие. Потому что 300 или 200 с чем-то рублей. Баночка вот эта маленькая у нас идет. Постный майонез взяла на рынке. Взяла две маленькие упаковки пока. А потом в дальнейшем я планирую сама приготовить майонез. Также, девчонки, взяла сахар. Буду варить компоты. Зелень у нас кинза. Это вот на салат из фасоли красной. Листья салата обязательно. Рукола моя любимая. И не смогла пройти мимо молодого чеснока. Просто прям аромат неописуемый. И мяту взяла для чая. Вот свой красивый вкусный чай буду заваривать. Сейчас я это все, девчонки, разложу. И покажу вам уже овощи. Что я купила? Это на самом деле готовится все очень легко. Например, мы берем макароны. Делаем какую-то подливку. Например, там морковь, лук, помидоры, болгарский перец. Это все с томатом, с томатной пастой, с зеленью. И обволакиваем макароны. И все, у нас самостоятельное блюдо. Также различные каши. Каши, знаете, я люблю готовить с луковой зажаркой. Очень вкусно получается. И с салатом. Рис с овощами вообще идеальное блюдо. Ну, естественно, вот хумус. Это все на перекусы, на бутерброды. Так что голодать никто точно не будет. Поэтому можно разнообразить свой стол. Но, девчонки, хочу сказать вам так, что вот когда ты сидишь на посту, не ешь молочку, не ешь сладкое, убираешь, да, из своего рациона, то очень хороший результат в плане очищения. Похудения 100% нет, потому что у нас идет и хлеб, и вот крупы, и все остальное. Поэтому у нас, получается, просто мы чистим организм именно вот на овощах. Я не профессионал. Сразу говорю, меня можете поправлять, писать что-то. Но вот у меня вот так вот это все выглядит. Поэтому вот такая вот закупка. И сейчас еще покажу по-быстрому вам овощи. Из овощей что я взяла? Я взяла морковь. Морковь всегда, девчонки, беру вот в таком варианте. Обычную, нашу. Потому что та, которая мытая, она не сочная. Я ее сейчас замочу в раковине, вымою, высушу и уберу в холодильник. Следующее, что я взяла, это свеклу. Я ее потру сейчас на терку. Отварю, потрю на терку. И сделаю такую вот как пасту на маску. Очень люблю. Либо просто оставлю кусочками. Может быть там на винегрет, например, использую. Кстати, у меня есть фасоль, можно сделать винегрет. Взяла вот такой красный лук. Так, по ценам. Смотрите, красный лук вышел 45 рублей. Свекла вышла 112 рублей. Морковь 68. Кстати, вот если немытая морковь, то она дороже стоит. Поэтому я не заморачиваюсь. И так же со свеклой взяла немытую. И дешевле, по-моему, на 15 или на 17 рублей. Обычный лук, чеснок, грибы. Грибы для хумуса, для гречки с грибами. Будет очень вкусно. И вот такую вот капусту. Очень люблю делать салат с зеленью с различной, с этой капустой, с горошком. Очень вкусно. И еще взяла картофеля. В принципе, зелень я вам показала. И у меня огурцы, помидоры были. Это я буду подкупать все по мере необходимости. По мере того, как я буду готовить. Потому что очень быстро все пропадает. Синенькие, ну, то бишь, баклажаны, кабачки. Там, может быть, капусту какую-то другую. Это все уже по факту будет покупаться. Основное я все набрала. Я думаю, что на пару недель точно хватит готовить. Даже больше. Сегодня будем готовить с вами винегрет. Я уже отварила все овощи. Сейчас быстро пробежимся, что я приготовила. И потом я уже все нарежу и покажу, как я его заправляю. Здесь у меня квашеная капуста, свекла. Здесь красный лук. Но он не острый, не горький. Но я его замочила водичкой для того, чтобы вот все равно никаких не было сюрпризов. Морковь, картофель, укроп свежий, соленые огурцы. И у нас здесь фасоль красная. Я ее промыла. Из банки фасоль можно отварить. Сейчас мы это все порежем, смешаем. И обязательно будем заправлять растительным маслом домашним, которое пахнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девчоночки, ну вот такой вот винегрет у нас с вами получился. Посмотрите, какой он аппетитный. Он такой яркий, такой ароматный. Решила лук не добавлять, а потом вот отложить его в пиалочку и отдельно вечером, например, мой будет кушать, чтобы с утра, например, если он будет завтракать винегретом, то не было лука. А вообще, конечно же, с самим луком очень-очень вкусно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас, становись. Да он и красавчик. Ну что, садись. Нет, гуфи, вот так, вот так, все. Сядь, молодец. Сиди, сиди. Нет, вот так вот головку сделай. Нет, гуфи, вот так, вот так. Майя, умничка. Давай, массаж ушки. Ушки, да. Сейчас будем чесаться. Пуфи будет чистый мальчик. Да, гуфи? Да? Ой, хороший. Не бойся, ты кого боишься? Ты что, шампунь боишься, что ли? С ума сошел, ты уже купался. И давай теперь шейку. Нет, это не едят, гуфи. Я знаю, что ты голодный, но я тебя не кормила, пока ты не этот самый. Нам еще лучше надо с тобой почистить, да? Садись. Хорошо. Вот так вот, красавчик, чистый бой. Да? Моя морда. Ну что, все, все. Все. Не любишь. Так, девчонки, ну это включение с утренней прогулки. На улице просто минус 9 на секундочку. Мы с гуфом вышли на прогулку. Вчера я его купала. И он потом как бы сох всю ночь, потому что мороз. Я уже понимала, что ему на улицу вообще идти не вариант. У нас, повторюсь, минус 9. Идет легкий снежок. Очень холодно. И снег под ногами, вот он прям хрустит. Я упаковалась как капуста вообще просто. Иду с ним гулять. Руслан простывший дома. Руки замерзли. У меня даже телефон держать. На телефон снимаю. Потому что очень холодно. Сейчас я найду его. Он завис там, что нюхает. Гуф, иди сюда. Ко мне иди. Гуфи. Сейчас покажу, как он бегает. Иди сюда, скорей. И вот это он носится. Гриша, ему радостно по снегу гулять. На то, что холодно. Думаю, что долго не будем. Мы ходить как бы минус 9. Ведь это вообще в марте месяце. Кошмар какой-то. Но опять-таки Пасха у нас средняя. У нас в апреле Пасха. И все равно в любом случае до Пасхи у нас всегда вот такая погода. Либо дождь, либо холодно. Так как у меня день рождения в апреле. Практически всегда выпадает либо на саму Пасху, либо рядом с Пасхой. Ну вот я погоду как бы знаю. Поэтому как-то так, девчонки. В общем, холодно, короче говоря. Зима опять. Я вчера, да, вчера у девчонки запаковала все вещи. Ботинки свои убрала. Вот эти теплые уги. Это у меня такие чисто вообще вот этот ходить вот так с собакой. Как бы взяла такие теплые. Все запаковала. Перестирала вчера. Дурная вообще женщина. Перестирала вчера все пуховики свои. И просто холод. И я понимаю, что мне идти вечером гулять с собакой. А я ну просто тупо вообще не надеть, не надеть нечего. Я сегодня в пацанячьей куртке. И в этом, скажите, ну как бы вот в пацанячьей куртке. В общем, мое все ничего не высохло. Так что, девчонки, всем хорошего настроения. И опять снега. Хотела сказать первого, но блин в этом году вообще не первого. Девчонки, буду знакомить вас со своим очередным заказом из интернет-магазина Феберлик. По-моему, это сейчас в нынешнее наше время прям спасение, девчонки. Давайте пройдемся по позициям, которые я взяла. Естественно, я повторила вот такой вот концентрированный гель для мытья посуды. Взяла кондиционер для белья. И повторила, девчонки, акваспрей для разглаживания. У меня вот он недавно закончился. Я гладила в последний раз рубашки. Это была, конечно, катастрофа. Вот это спасение. Стоимость вообще бюджетная. Потому что иногда, когда я хожу по магазинам, да, и смотрю, очень редко попадается именно для глажки белья, какие-то средства. Поэтому вот это прям для меня это спасение. Также, девчонки, повторила вот это вот жидкое мыло для рук. Лаванда. Очень вкусное. Такое прям, знаете, ароматное. Хорошее, хорошо смывается жидкое мыло. И также взяла вот такое вот крем-мыло увлажняющее тоже для рук. Мне нравится вот эта вот серия и вот эта серия. Также, девчонки, повторила свои салфетки. Без них я вообще никуда. Вот это просто мега крутая салфетка для пыли. Очень хорошо стирается. В машинку закинула. Простирала и супер. И салфетка для очистки стекол. Вот этой салфеткой я протираю. Телевизоры, зеркала, свою глянцевую поверхность на кухне. Не оставляет разводов. Ну, просто идеальная. Вообще идеальные салфетки. И, в принципе, бюджетные. В этот раз, девчонки, я взяла попробовать вот такую вот карбокситерапию. Был по акции этот набор. И решила его взять. С вами вместе протестируем в следующих влогах. Посмотрим, что же он делает, как он работает. Мне кажется, что у нас все получится. Попробуем, протестируем. Я не пробовала. Кстати, пишите, девчонки, кто брал. Может, что-то посоветуете мне из уходовых средств. Я вообще вот решила сейчас тоже начать немножечко заказывать и пробовать их средства. Взяла вот такой вот набор тоже по акции шел для рук. Его взяла я на подарок. Вот так бывает, куда ты идешь там к врачу еще, куда ты там, знаете, вот коробочку конфет, например, и что-то вот такого плана. Всегда у меня что-то в запасах есть. Сейчас немножечко они оскуднели. Но вот как бы взяла вот этот наборчик. Также взяла вот такой вот тонизирующий скраб, актив для тела, антицеллюлитный. В принципе, смотрите, какая плотная консистенция. Не открывала его еще. Тоже протестируем с вами. Покажу, как я ухаживаю за собой. Наверное, на следующий влог сниму вам какой-то такой по типу бьютика. Мне очень нравится вот этот вот крем для рук. Сейчас у нас март месяц, и у нас снега было по колено вот недавно. У меня мороз, и я гуляю с собакой по вечерам, и вот прям, знаете, я очень-очень у меня сохнут руки, и я вот пользуюсь этим кремом. Прям супер, мне нравится, очень хорошо увлажняет. Взяла вот такой вот набор бальзам и шампунь защита цвета. Прошлый раз я вам его уже показывала, вот он мне понравился. Взяла вот такой вот шампунь морожка. Шампунь это у нас для всех типов волос универсальный. У меня детвора пользуются, улетают со скоростью звука. Данила челка, и вот он намывает просто с утра до вечера свою челку. И взяла вот такой вот крем-пену для ванны. Девчонки, вот она тоже очень хорошая, пенится прям вообще до потолка. Полная ванная пена, нравится мне периодически. У меня, да и Руслан любит вот купаться, он еще бомбочки любит. И я тоже вот вчера, например, я принимала ванну, потому что я так замерзла с собакой, гуляла. И пришла, и сразу окунулась, вообще набралась я в ванну, зажгла свечи. Такой кайф был, просто супер. Мне прям нравится эта пена. И, девчонки, вот такой вот пенный очиститель для ковров, ткани и обивок я еще взяла. Будем его с вами тестировать. Знаете, у меня диван, который стоит в зале, на нем собака постоянно тусит. И я при каждой уборке чищу диван, при каждой генеральной уборке. Поэтому мне этот пенный очиститель очень кстати. Я его еще не пробовала. Будем тестировать. Мне здесь понравилось, знаете, что? Что он наносится, и не надо ждать, чтобы он высох. То есть ты его нанесла, 3-4 минутки подождала. И еще он не требует смывания. То есть ты подождала, все хорошо, либо тряпочкой хорошенечко все вытерла, либо ты пылесосом собрала. Поэтому будем пробовать, посмотрим, будет он освежать, будет ли давать вот такой яркий цвет, как прописывают в характеристике. Так что, девчоночки, вот такой вот у меня заказик из интернет-магазина Фаберлик. В описании под видео будет ссылочка. Обязательно переходите, смотрите интересные позиции. Ну вот три новых таких позиции для меня, я их протестирую. Обязательно вам потом расскажу, что же и как это все дело работает. Мне вот очень интересно, как будет вот этот очиститель обивок работать. Так что вот такой вот заказик. Продолжение следует... Девчоночки, возвращаемся к старинному методу стирки белья. Достала все свои белые комплекты сегодня и замочила. В общем, вообще, если честно, собиралась вываривать, но посуды такой у меня нет. В общем, намешала БОС-отбеливатель, Фаберлик-отбеливатель в гранулах, порошок стиральный и обычную белизну. Все это размешала в горячей воде, девчонки, и замочила полностью все комплекты. Хочу их отбелить. Потом, конечно же, когда я буду стирать, в эту самую стиральную машинку, а с гель, добавлю еще отбеливающее средство. В общем, сейчас у меня пара часов полежат. Они вымочатся, да, все как бы откиснут, и потом буду уже отправлять их в стиральную машинку. Честно, вот прям застирываются. Хотя им не так много времени, это Василек, но они все равно застирываются, да, и решила вот таким вот образом вспомнить молодость. Вот так вот у бабушки мы с мамой так стирали, так, конечно, мы под холодной водой это все делали. Вот, ну, короче, экспериментирую. Потом расскажу, получится ли у меня отбелить их в итоге. Ну, я уже подготовилась к Пасхе немножко. Что мне, если честно, захотелось какого-то весеннего настроения. Букетик у меня будет стоять до начала лета, поэтому достала уже свой букет на Пасху, который я выставляю. И сегодня, девчонка, у нас есть магазин по типу фамилии. Кстати, кто у меня симферопольский? На втором этаже. Бренд Смарт называется. Вы его не пропустите. Там и одежда, и тарелки, посуда, в общем, какие-то там различные моменты. В общем, неплохой магазин, ассортимент не сильно большой, но как бы можно что-то выбрать. И сегодня я вот взяла вот такие вот салфетки. Это Zara. Две штуки пара. Вышло 149 рублей. Вот прям, знаете, ну, конечно, идеально было бы круглые, но в итоге решила взять вот такие вот зелененькие. Мне кажется, что прям, знаете, вот прям по-весеннему. Единственное, что я скатерть уберу, пока не стала убирать. И, во-первых, ее постирать надо. Заменить. Ну, вот оставила вот эти вот салфетки. Будут у меня сейчас они. Они будут хорошо мыться. Они прям, знаете, такая вот леска какая-то. Знаете, я даже не знаю, что это за качество такое, как пластмассовое. Ну-ка, я думаю, что щеточкой будет хорошо отмываться. Это мои тюльпанчики. Девчонки, был огромный букет. Но у меня кошка сшибанутая, которая ест цветы. Она мне вот тут вот все это поломала. Пришлось повыкидывать цветы. Они утром встала, а полбукета съедено. Она у меня вот так вот это все уничтожает. Так что взяла вот такие вот салфетки. И повесила, девчонки, свои веночки. Этот веночек мы с вами делали. Посмотрите, как он смотрится. А вот этот веночек, это у меня венок с прошлого года. Чуть-чуть. Он сейчас немножечко разровняю. Его просто повесила, пока не ровняла. Это вот с прошлого года. Это я покупала в Кичелэнде. Ну вот, если честно, я сейчас смотрю. Мой венок гораздо симпатичнее смотрится, чем, например, этот. Ну, согласитесь, мне кажется, как-то ярко, да? Вот такой вот он прям. Ну, мне так кажется. Так что вот это вот я сегодня приобрела. И еще, сейчас буду показывать. Мне дети подарили вот такую вот подставку. У нас есть магазин, очень небюджетный. Такой посуды. У меня вот блюда с этого магазина. Прям она такая красивая. Ксане, я там бокалы покупала. Кружки сейчас просто грязные. Но они мне купили две кружки. Кружки тоже небюджетные для чая. И я... Они мне купили их две. Их не было в наличии в магазине. Я зашла к девочкам, спросила. В общем, в итоге сейчас у них появилось опять только две кружки. И, в общем, я заказала еще. Потому что здесь вот на эту подставку нужно шесть штук. Посмотрите на эти чашки. Ну, они классные вообще просто. Это керамика настоящая. Очень красивые. Вот так вот это все дело смотрится. Останется мне только забрать еще две кружечки. Две кружечки. Вот сейчас я две еще сюда повешу, помою. И как бы вот это вот все дело поставлю на стол. Потом в этом же магазине, где брала салфетки, девчонки, взяла, по-моему, 399 рублей. Вот такую форму. Бывает, вот знаете, что-то там вот маленькое такое надо. Там на завтрак приготовить по-быстрому в духовку поставить. Может быть, киш какой-то приготовить. Или еще что-то. Взяла вот такую форму. И вот в этом магазине, где продается посуда, взяла наполнитель для аромодефузора. Девочки, это французская какая-то фирма. Но суть в чем? Если покупать аромодефузор во флаконе, в красивом, то он стоит дорого. Очень дорого. Вот этот флакон я взяла полторы тысячи рублей. Палочки новые у меня есть. И сам флакон у меня есть. Я сейчас просто это все туда залью и буду пользоваться. И вот так вот покупать гораздо выгоднее. Намного дешевле. Флакон я вам уже показывала. Вот у меня, например, стоит такой флакон. В спальне я покупала тоже. В фамилии в Сочи с Аллой мы покупали его. И вот мне Оксана подарила девшонке вот этот. Вот это из Zara Home. Я сейчас соберу вот эту вот наклеечку. У меня закончилось уже здесь все. И сюда залью эту жидкость. И все. И вот прям экономия экономная. А так сейчас он стоит до подорожания пять тысяч. А вот именно вот эта фирма французская, именно вот эти диффузоры пять тысяч. А как бы вот это вот стоит полторы тысячи. То есть вообще классная задумка. Так что, если что, не благодарите, что я вам про это рассказала. Ну, может кто-то, конечно, знал. Я, например, почему-то даже не обращала внимания, что есть такие вот, можно заливать флаконы дополнительные. Девчоночки, пришел мой заказ интернет-магазина New Cheek. Сейчас покажу вам, что я заказала. В этот раз посылочка пришла очень быстро. Одна позиция, это я себе заказала. Остальное все я заказала детям. Давайте пройдемся по вещам. Примерять, наверное, не буду. Я думаю, что и так будет все понятно. Смотрите, девчонки, заказала вот такой вот свитшот. Сейчас это, как оказалось, модно. Показала Данилу страничку, да, на сайте. Мы все с ним проштудировали. Вот этот вот принт, это сейчас, как оказалось, модно. Вот такой вот трикотажный свитшот. Очень хорошего качества. Причем самое интересное, что он не плотный, он тоненький. Вот прям на весну будет самое то. С капюшоном, все хорошо выполнено. Нигде не торчат ниточки. Все аккуратно прострочено. Очень такой прикольный и качественный свитшот. Следующее, что мы взяли, это вот такую вот футболку. Девчонки, достаточно плотный трикотаж. Посмотрите, вот в строчке все сделано очень аккуратно. Рисунок, уже я ее стирала. Все замечательно гладила. Ничего нигде не отклеивается. Хорошая достаточно футболка. Потом Данил попросил заказать ему вот такую вот панаму. Играет он в баскетбол. Ему как раз, вот если солнце, летом будет очень комфортно и удобно играть. Она достаточно такая, знаете, плотная и в то же время дышащая. Вот так вот это все дело выглядит. Ну, девчонки, знаете, сейчас вот просто у детей какое-то направление в моде для меня очень странное. И следующее, что попросил Данил заказать, это вот такой домашний костюм мужской. Это кимоно. Вот так вот оно выглядит на запахе. То есть он его надевает на какую-то футболку, либо на майку. Свободные рукава. И вот такие вот шорты. Очень тоненькие. Такие, знаете, прям легкие-легкие. Очень комфортно ему дома ходить. Он уже его носил. Ему он очень понравился. Он говорит, мам, прям удобно. Он трикотажный, например, пижамы не любит. Руслан у меня больше носит трикотажные пижамы. А Данил, вот, например, нравится ему что-то вот такое вот необычное. И вот как бы детям очень нравится вот такой стиль. Сейчас это модно. Какие-то фенечки, еще что-то. Я, конечно, это не совсем понимаю, девчонки. Но могу сказать, что вот качество, в принципе, неплохое. И еще, кстати, себе я взяла вот такие тапки. Я дома вообще хожу постоянно в таких домашних тапочках. И взяла вот такие вот тапки. Девчонки, они легкие. Очень легкие. Здесь у меня получается 40-41 размер. А мой у меня 38-39. Вот как бы на размер я взяла больше, да. И очень хорошо сели. Тапки прикольные, легкие. Они даже вот для бассейна. Но я хочу в этих тапочках ходить дома, потому что они очень удобные и легкие. Нога не будет уставать. Так что вот такие вот тапки я взяла. И сейчас покажу еще, какой наряд я себе заказала. Девчонки, вот все ссылочки я оставлю под видео. Переходите, смотрите, потому что сейчас такое время, да. У нас проблема там с какими-то товарами. Поэтому там все доступно, все можно заказать. И пришло все мне за две с половиной где-то недели приблизительно. Это уже вот в этой сложившейся ситуации. Все, в принципе, доставка была. Так что сейчас покажу еще то, что я себе заказала. Так, девчоночки, и показываю вам костюм. Тоже мне пришел из интернет-магазина New Cheek. Вот такой вот шелковый. Классный костюм. Но я вот его надела сейчас под шпильку. А вообще я его планирую носить с кроссовками. Планирую его носить с такой сумкой кроссбоди. И вот тогда, мне кажется, он будет смотреться прям очень прикольно. Качество очень хорошее. Ниточки вообще нигде не торчат. Все настолько аккуратно сделано. И он очень легкий. То есть можно его, например, расстегнуть. Я надела вот такой вот топ черный. Можно расстегнуть его. И вообще очень хорошо на весну, на такую, знаете, позднюю. Даже летом, если прохладный вечер, его можно надеть. И будет очень классно смотреться. Ссылочки я обязательно оставлю в описании под видео на все товары. Переходите, смотрите. Сейчас, как никогда, актуально заказываю. В этом все, сайт работает, все хорошо. Мне очень понравился этот костюм. Такой вот, знаете, это мой стиль. И, в принципе, очень приемлемая цена. И пришел мой заказ вообще очень-очень быстро. Без каких-то промедлений. По-моему, даже 2,5 недели приблизительно. Вот где-то шла посылка. Вот так вот все это выглядит. Поближе покажу вам качество ткани. Ну, девчонки, знаете, вот прям классный. Такой, знаете, летний легкий костюм. Брючки завышенные. Карманчики есть. Очень хороший крой. Брюки сели вообще достаточно хорошо. Мне кажется, под кроссовки будет лучше смотреться, чем, например, вот под каблуки. С кроссовками будет прям вообще топ. Итак, девчоночки, еще раз, еще раз всем огромный привет. Вы сегодня уже мой голос слышали во всем ролике, да, мы с вами общались. Но решила немножечко с вами поболтать. Рассказать вообще о том, что у меня происходит. Все хорошо, девчонки. У меня не было недели. Я перестраивалась, перенастраивалась. Если честно, пыталась разобраться во всех соцсетях. Но пока не очень успешно. В итоге я решила, что все-таки я остаюсь на ютубе. Я вам уже об этом говорила неоднократно. Буду с вами. Телеграм будет за место инстаграма у меня. Начну плотненько заниматься телеграм-каналом своим. Я думаю, что все у нас получится. Пишите мне, девчонки. Там буду отвечать на все комментарии, на вопросики. Что-то будем придумывать, создавать какое-то общение живое. Вообще, на самом деле, девочки, очень сложно. Если честно, вчера вот отключили инстаграм. Я вечером уже такая, знаете, перед сном залазив. Она у меня не включается. VPN я себе не скачивала. Потому что у меня был такой горький опыт. Я скачала себе VPN. Ну, не знала. То есть, скачала VPN. И у меня просто, когда я снимала новогодний стол. Мне надо было постить там какие-то видосики коротенькие. Анонсировать новогодний стол. А у меня просто не проходят ни вызовы. Ничего не открывается. И Wi-Fi высвечивается. А просто вообще никакие звонки, ничего не проходит. В общем, у меня сутки вот такая была ситуация. Вообще, я переживала. Думаю, господи, сломался телефон. Что вообще произошло? Я ничего не могла понять. И потом вечером уже все село. Думаю, почищу телефон. Может, из-за этого. И удалила вот этот VPN. Девочки, просто через одну секунду у меня все заработало. То есть, я не знаю. Но, скорее всего, это все-таки было связано с этим. Я не понимаю, почему так произошло. Но вот такая вот была ситуация. Поэтому пока я VPN скачивать не буду. Я посмотрю, может быть, я его, конечно, скачаю, чтобы посмотреть, что у меня там в Инстаграм. То есть, как бы, буду немножечко мониторить, заходить на страничку. Потому что, может, какие-то нужны будут там сообщения, еще что-то, какая-то информация. Потому что, на самом деле, девчонки, очень сложно. Для меня Инстаграм была очень удобной соцсетью. Действительно, качественный контент туда можно было выкладывать. Да, фотографии. Как-то вот смотрибельность такая была прям комфортная. Вот остальные соцсети, конечно, это темный лес. Буду заниматься контактом, да, потому что вообще ничего там не соображала. У меня страничка есть, моя вот, как бы, еще предыдущая. Но дело в том, что вообще ничего не понимаю. Но надо работать. Время не стоит на месте. Скорее всего, все это придет к тому, что вот мы перейдем на наши русские сети. Буф, иди отсюда, вы что-то тут бродишь. Мешаешь. Я с девчонками разговариваю. Ложись, отдыхай. Капец. Ходит за мной хвостом. Монтиона у меня заболела, у нее периодически воспаляются глазки. Вот закапала она уже два дня, лежит у меня в домике. Только покушать выходит. Я лечу, и она, конечно, паникует. Больно. У нее прям вот хроническое это заболевание. Одного глазика. В общем, капаю ей его. А этот скучает, потому что она вообще не выходит к нему. Так что, девчонки, ну, что еще у меня интересного произошло за эту неделю? В принципе, ничего. Занимаюсь питанием, занимаюсь готовкой. Девчонки, пост. Муж сидит на посту. Я тоже с ним просидела неделю. Но, девочки, знаете, я для себя поняла. Причем, это моя уже, наверное, третья или четвертая попытка. Пару недель всегда сижу, но не из-за того, что я не могу выдержать, а из-за того, что я начинаю поправляться. И вот сейчас я за эту неделю, хотя я ела вот так, девочки, я начала поправляться. У меня появилась отечность. Знаете, почему? Потому что там все равно углеводы. Ну, не идет мне вот именно вот это питание. Мне сложно. То есть, я не могу. То есть, вообще, вот прям я прямо начинаю пухнуть на глазах и отекать. Сейчас вот я сижу, да, мне кажется, у меня прям лицо, знаете, прям вот круглое. То есть, у меня кольцо не снимается, хотя снималось обручальное кольцо. Не могу, не комфортно мне. Поэтому я поститься не буду. Я единственное, что уберу полностью молочку, но оставлю мясо. А мясо и овощи, потому что очень мне вообще это не подходит. Совершенно не подходит. Хотя муж, слушайте, вот прям серьезно, уже 2 килограмма скинул. Причем я его кормлю как на убой, чтобы вы понимали. То есть, я ему выготавливаю 33 блюда. То есть, у меня, чтобы вы понимали, дети едят одно еду, я ем вторую, муж третью. То есть, в общем, вот так вот у меня. Я вчера простояла целый день на кухне, девчонки, и где-то, наверное, с утра, и до часов до 4 я готовила. Ну, вот дня 3 я ничего не буду делать. Буду там что-то по чуть-чуть, там какой-то салатик крошить, еще что-то. Вот, как бы вот так вот. Потому что очень сложно, реально, ну, блин, кошмар какой-то на самом деле. С этой готовкой это какой-то ужас. Так что, в общем, на посту сидеть я не буду. Я уже много раз, как бы, входила в пост. Но, если честно, я считаю, что все-таки это вот должно быть внутри. Я буду ходить на службы и, как бы, вот, вести немножечко другой образ жизни. Вот, как бы, и все. Алкоголя, естественно, не будет. И, вот, как-то все должно быть поспокойнее у меня. Впереди, девчонки, у меня день рождения. Я не знаю вообще, что будет. Хочу его, планирую, отмечать. Пока не буду ничего рассказывать. Задумки у меня есть. Но, пока не знаю, девочки, отмечать, не отмечать, как это вообще все будет. Самое интересное, девчонка, у меня на секундочку 40 лет. Это кошмар, если честно. Я просто в шоке 40 лет, девочки. Я вообще, я не знаю. Мне кажется, все, мне конец. Но, ничего. Я думаю, что все получится у меня. Все будет хорошо. На этом жизнь не заканчивается, а только, по всей видимости, начинается. Знаете, что хочу сказать? Вот я сейчас понимаю, что я, наконец-таки, стала более мудрой, спокойной. По-другому начала смотреть вообще на все ситуации. Поменяла отношения к себе. И как-то стала более мудрой, что ли. Вот прям серьезной. И мне нравится и мое вот это состояние, девчонки. Так что, такие вот новости. Больше, в принципе, ничего интересного не произошло. Все идет своим чередом. Дети учатся. Муж на работе. Кошка, собака, попугай. Все на месте. Все хорошо. Так что, вот такие вот у меня новости, девчонки. Оставайтесь со мной. Я очень рада, что вы вообще меня поддерживаете. Потому что мои девчонки уже у меня в телеграм-канале все подписались. Я оставлю ссылочку под видео. Подписывайтесь, девчонки. Потому что неизвестно, что будет завтра. И чтобы не потерять друг друга, я думаю, что надо вот как-то вот поддерживать друг друга. И зарегистрироваться, например, там, да, даже если не заходить. Но, тем не менее, чтобы рука была на пульсе. Чтобы можно было найти человека, который вам нравится. Так что, вот такие вот дела в наше неспокойное время. Стараемся жить, держать хвост пистолетом. Всем хорошего настроения. Девчонки, я вас всех очень люблю. Ценю. Огромное вам всем спасибо. И пока-пока.